Аллилуйя! Тема моей проповеди будет называться «Личное познание Господа». Из всех тем, которые я говорил за все годы, я считаю, что эта тема наиболее важна. И больше всего к этой теме сегодня нам необходимо прислушаться, дорогие друзья. Мы стоим не просто на пороге каких-то свершений в мире, в военных конфликтах или Третьей мировой войны. Я не об этом. Я сегодня говорю, что мир сегодня стоит на пороге восхищения. Когда придет царь царей, Господь господствующих, и придет он просто сюда за любимой, за верующими. И вот важно, очень важно, зависит от того, насколько мы лично знаем его. Знаете, если у вас спросить, вы знаете там такого-то, такого-то президента? Вы скажете, конечно. Такой вопрос вам сразу следующий. Дайте мне его телефон. Вы скажете, откуда у меня его телефон? Понимаете, вот и сразу получится так, что вы его лично не знаете. Вы его знаете издалека. Вы его знаете по новостям. Вы его знаете, вы лично и не встречались с ним. Вот так многие люди знают Бога. Ты веришь в Бога? Конечно, я верю в Бога. Весь мир сегодня верит в Бога. Полземного шара, наверное, верит в какого-то Бога. А ты меня можешь с ним соединить? Можешь ли ты меня познакомить с ним? А кто это вообще может? Первые верующие, они именно такими и были. Богоносителями. Когда мы слушаем людей, которые говорят нам о Боге, то они говорят о личном переживании, о личном опыте, о своем понимании. И тем не менее, даже если человек очень хорошо высказывается о Боге, все равно в каждом человеке есть определенный фильтр, который не дает пропустить Бога на 100%. Ты не можешь встретиться с Богом. Он тебя может просто с ним познакомить, но он не может тебе передать Бога. Тебе его надо познать. Это то же самое, как с едой. И перед тобой лежит еда. Тебе может человек сказать, пожалуйста, ешь. И ты съел ее, и ты наелся. Но он не может за тебя ее съесть. Он не может передать тебе чувства. Он не может передать тебе сытость. Он не может передать тебе удовлетворение от этой пищи. Он не может это сделать. Он просто тебе может сказать, ешь, я съел, мне понравилось. Так вкусно. Вот так Библия призывает. Вкусите и познайте, как благ Господь. То есть, как Он добр, как Он милостив. Верующие люди, которые говорят о Боге другим остальным. Мы тоже узнали о Боге от других людей. И это очень важно. Очень важны верующие люди. Они играют большую и главную роль в том, чтобы остальные, те, кто не знают Бога, познавали Его. Итак, верующие люди, словно указательные знаки, указывающие на Господа, на источник жизни. Но только Сам Господь, Сам Господь, а не верующий человек, который нам рассказал о Боге, является источником жизни. Только Сам Господь является этим хлебом, живым, сшедшим с небес. И Иисус говорил, едущий Меня, жить будет вовек. Едущий этот хлеб. Иисус подразумевал себя. Он говорил, жить будет вовек. Мы можем сегодня следовать за людьми. И это правильно, в определенном смысле, на начальной стадии следовать за людьми, потому что ты сам ничего не знаешь. Ты вообще как маленький новорожденный ребенок. Ты идешь за верующим человеком, который больше тебя знает. И он тебя обучает. Он говорит, как правильно, как неправильно. Но приходит время, когда ты должен сам познать Господа. Ты сам должен Его вкусить. И от этого придет к тебе вера. К тебе придет жизнь. И придет мир. Придет радость. Когда ты сам лично будешь познавать Господа. Когда человек слушает Бога, то он в этот момент познает Его. От первоисточника он получает жизнь. Господь, сам Господь послал своих учеников, верующих людей, которые знают Его, в этот мир, чтобы они рассказали остальным о Нем. Но просто рассказали. И знаете, мы верующие, я тоже стараюсь это делать, я рассказываю людям о Боге. Я говорю, а какой Он хороший, какой Он добрый, какой Он любящий. Но я не могу передать Бога. Я могу просто сказать, ешь, съешь. Мне помогло. Тебе поможет тоже. Я был в плохом состоянии. Я был в беднадежном состоянии. Мне помогло. Съешь этот живой хлеб. И выпей эту живую воду. И мы верующие. Мы всего лишь указатели. Мы не являемся Богом. Но, к сожалению, в жизни некоторых верующих люди стоят на месте Бога. Какие-то пастора, какие-то служители. Возможно, они истинные, и они праведные. Но отношение людей к ним может быть неправильным. Мы всегда хотим Бога, Которого видно. Которого слышно. Которого пощупать можно. Которому задал вопрос, сразу получил ответ. И знаете, иногда пастора занимают эту позицию Бога. Человеку трудно ожидать от Бога. Ну как это, помолился? А когда он ответит? А пастору сразу позвонил, и он сразу ответил. Он сразу тебе все объяснил. А вот ждать от Бога, и непонятно, как там, какое время у Бога. Сейчас он спит, или что он делает, хотя Бог не дремлет. Люди не хотят трудиться. Люди хотят легкого способа. Мы все такие люди. Мы все любим комфорт. Мы все. Но здесь нужно потрудиться. Как Иисус рассказывал притчу о двух домостроителях. Представьте, два домостроителя, это они олицетворяют двух верующих, которые начали строить свою духовную жизнь. И один серьезно отнесся к духовной жизни. Он стал копать. Он копал и углубился, и докопался до камня. Он углублялся, знаете. Тот уже построил дом, а этот всего лишь только яму копает. У того уже дом. Да, дом. Но на каком основании? Не на каком. На песке. Библия говорит. И знаете, Библия, она снимает с нас розовые очки. Снимает просто. И там написано, что пришли испытания в жизнь этих двух домостроителей, в жизнь этих двух людей верующих. Пришли испытания. Пошел дождь, подул сильный ветер, и разлились реки, и наперли на тот дом, который был без основания. И он рухнул. Все. Почему? Не было основания, не было глубокого познания, не было личного познания Господа. Слушал только проповеди. Слушал только пастора. Хорошо и правильно. И я сам в течение недели слушаю другие проповеди. А что здесь такого? Я обитаюсь, я верю, что Бог действует через свое тело. И Бог в церкви поставил апостолов, пророков, пастырей, евангелистов и учителей. Для чего? Для созидания тела. Для того момента, когда мы все придем в единство веры. Поэтому это нормально. Но вы знаете что? Никто не отменял тайную комнату. Только в тайной комнате происходит близость. И вот если этой близости нету, есть только пастор, который красноречиво говорит, который грамотно говорит, правильно, складно говорит, формулирует, все разжевывает, все понятно. Послушайте, но Бога нельзя заменять никем. Нужно лично познавать Бога. Как бы тебе сложно не казалось, и как бы тебе не казалось, что Бога невозможно услышать, послушай, если бы ты знал, что тебя ждет впереди, ты бы по-другому начал бы думать. А что тебя ждет впереди? Тебя ждет впереди очень такой серьезный день. Очень серьезный день. И в Библии написано, что этот день уже назначен. Это Матфея 7 глава, 21 стих. Здесь Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Смотрите, это верующие задают вопрос. А смотрите, что отвечает Иисус. Я думаю, что Он реально имеет в виду то, что Он говорит. В 23 стихе. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Многие люди услышат это осуждение в свой адрес, потому что они слушали людей, но не слушали Бога лично. Послушайте, я еще раз поправлю, чтобы мы неправильно не понимали. Мы не можем говорить, «О, мне не нужен пастор, я сам пастор, я сам, я сам, я сам, я сам сусам». И ты смотришь, ты в падении, в грехе, в разочаровании. Нет, нам нужны пастора. Они нас подталкивают, они нас дисциплинируют, они нас вразумляют, оберегают, направляют. Но послушайте, здесь сам Иисус говорит, «Я никогда не знал вас». Это категория людей, которые не познали Господа. Видите, здесь такой корень у слова стоит, знал, познание, знал. То есть, как мы, как мы можем наперед узнать, вот в этот судный день, что мне ответит Господь? Он знает меня или нет? Знаете, очень легко протестировать. Если мы не знаем Господа, если мы Его не познали, Он нас тоже не знает. Это говорит о том, что не было близости, не было тайной комнаты. Поэтому там все узнаются. Там все узнается. В тайной комнате. Не на собрании Господь тебя знает. На собрании ты наполняешься, и слава Богу, наполняйся. Все остальное, все серьезное, все сложное происходит там, когда ты один. Ищешь ли ты Господа? Слышишь ли ты Его голос лично? И тебе нужно это? Послушайте. Каждый раз, когда я говорю, когда я увещеваю или даже бывает обличаю, это делается с целью, чтобы все можно было изменить и восстановить отношения. Восстановить. Для чего я это говорю? Если я говорю, значит можно изменить. Поздно говорить, когда уже ничего изменить нельзя. Еще судный день и настал. В нашей жизни все еще можно изменить. А что главное надо изменить? Надо лично обратиться к Господу. И надо лично с Ним общаться. Знаете, я буду сейчас называть пункты причины, по которым нам лично нужно познать Господа. Смотрите, как здесь Иисус говорит. Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие. Незнание лично Иисуса это есть беззаконие. Самый большой грех – это неверие. Это не убийство. Это не грабеж. Это неверие в Иисуса Христа. Всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не имеет жизни, пребывающей в нем. От неверия растут все остальные грехи. Но корень, вот такая, знаете, корень, это самое корневище. Греха – это неверие. Когда ты не соединен с Богом. Вера соединяет с Богом. Вот эти слова, которые здесь Иисус сказал, я никогда не знал вас, эти слова, они истинные. Эти люди были верующие, так верующим обращено. Но они не были глубокими. Знаете, сейчас приходит такое время, когда нам нужно пойти на глубину. Нам нужно отправиться на глубину отношений с Господом. Нам нужно лично познать Господа. Кто знает, что может начать происходить в мире. И тот человек, на которого ты надеялся, лидер, он может быстро отойти от всех дел. Он может быстро испугаться, убежать куда-то, уехать. И ты такой почувствуешь, что ты один остался, все бросилось, все развалилось. Если ты следуешь за Господом, даже если это произойдет, то ты продолжаешь следовать за Господом. Ты не упадешь, потому что ты следуешь за Господом. Тебе будет неприятно, у тебя будет, может, плохой день, но ты продолжишь свое следование за Господом. Послушайте, первые христиане ни за что не отдавали бы свою жизнь. Знаете, когда мы читаем, что их имущество грабили, представляете, приходили солдаты в дома, в квартиры верующих и просто грабили, забирали у них все. Ограбление. И все это законно. Даже здесь люди возмущаются, а когда, представь, тебя трогают, или твою жену трогать начали, или твоих детей начали трогать, и ты понимаешь, что их не просто трогают, проверяют мышцы там или что, там погладили по голове, а их просто убить хотят. Представь, что с тобой будет твориться. До нас ни за что не дошло бы христианство, если бы первые христиане не знали бы лично Господа. Так как они знали лично Господа, они отдавали жизнь, и вот эта пролитая кровь, это было семя для того, чтобы Евангелие пришло в Европу, и мы услышали. Представьте, мы, Бог позаботился о нас, и мы услышали Евангелие. Это самое дорогое, это лучше, если бы вам просто вы заработали бы миллиард, или вы были бы самый успешный, богатый человек. То, что вы услышали в Евангелии, это считается номер один в вашей жизни. Номер один! И с того дня, когда вы услышали о Боге, радостную весть об Иисусе Христе, что Он нас любит, что Он нас не осуждает, что Он нас простил, нам нужно просто прийти. Нам ничего делать? Не надо! Как бы для того, чтобы заслужить Божью любовь. Нам нужно прийти просто в Божий дом, покаяться пред Богом и начать новую жизнь, как я говорил в прошлый раз, чистого листа. Нам всем выдается этот чистый листик. Что туда дальше будет вписано? Ведь мы же уже просвещенные, мы не можем сказать, да я не знал, я не знал, знали. поэтому давайте туда будет вписана книга деяний. 20 какая там, 29 глава и так далее. Я хотел бы посмотреть одну историю. История эта была о том, как Иисус однажды, Он собирал вокруг себя много людей. Они Его не знали лично. Они только слышали о Нем, слышали от Него, они кушали, Он их благословлял, им нравилось быть с Ним, но лично они Его не знали. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих, 666. И там произошло такое происшествие, что Иисус сказал в Своей проповеди целенаправленно, что если кто не будет есть плоти Его и не будет пить крови Его, не будет иметь в себе жизни. То есть Он говорил, что вы должны есть Меня и пить Меня. Конечно, Он потом процитировал и сказал, что слова, которые я говорю, дух и жизнь. Что не физически надо это делать. Поэтому мы сегодня делаем причастие, мы делаем хлебопреломление. Мы вспоминаем Иисуса Христа, мы вкушаем Его плоть и пьем Его кровь. Но мы пьем на самом деле сок, виноградный сок, потому что у Иисуса был виноградный сок. Написано, от плода виноградного. И здесь, когда услышали верующие люди, которые следовали за Ним, представьте, люди, которые следовали за Ним, и 70 учеников даже, близких, ученики это близкие люди, которые слышали о Нем, то они разочаровались, расстроились, и они говорили, что за глупость, что за чушь, мы такое не можем слышать. Евреям вообще нельзя было свинину даже есть, не говоря уже о человечине, каннибализм. Это не вмещалось в их голову. И поэтому они решили уйти от Иисуса. Сказали, такая чушь, вообще невозможно такое слушать, мы не будем это делать. Взяли и ушли. Взяли и ушли. Какие странные слова, там Библия написана, тогда у Иисуса, кроме 70 учеников, были еще 12 учеников, уже близких. И он задает им вопрос. Давайте прочитаем. Иоанна 6,66. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. С этого времени, после этой проповеди. Эта проповедь была преткновение. Эта проповедь была, знаете, такое есть нехорошее выражение, проверка на вшивость. Я не знаю, все ли понимают это. В общем, истинные мотивы сердца, почему человек следовал за Иисусом. И Иисус, он сделал специально это преткновение, чтобы посмотреть, что находится в сердце его учеников. Итак, многие отошли от него, многие, и уже не ходили с ним. Именно после этих слов. 67 стих. Тогда Иисус сказал 12. Не хотите ли и вы отойти? Иисус, Симон Петр, отвечая ему, отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Смотрите, что Петр говорит. Кому нам идти? Мы уверовали и познали. Многие люди уверовали в Бога, но не познали Бога. Они как бы издалека следуют за Иисусом. Издалека через проповеди других людей они тоже что-то получают. Как та женщина, дай Бог, чтобы я высказал, Серафи Никиянка. О! Она шла за Иисусом и кричала, язычница, помилуй, Иисус, Господь, помилуй, моя дочь жестоко беснуется. И он ей ничего не отвечал, потому что она была язычница. и тогда он уже просто не мог ничего вынести ее. Она орала и орала. И он говорит ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. О, Иисус, это ты говоришь, точно? Как ты странно говоришь. А знаете, что она сказала? Она взяла и смирилась и сказала, да, но и псы едят крохи, падающие со стола Господ. То есть это чудо для тебя, крошка, падшая со стола. Да, я не являюсь израильтянкой, я не являюсь иудейкой. Я язычница. В нашем всем родстве там идолопоклонство и так далее, бесовщина и все универия. Но псы находятся тоже в доме Господ. И еда падает со стола. То есть она смирилась, она нашла в законе под закон. Она нашла лазейку. И вот благодаря этой лазейке Иисус сказал, велика женщина вера твоя, иди, бес вышел из твоей дочери. Сразу же ее дочь была здоровая. Очень много чудес Иисус творил. Люди смотрели, но они не знали его лично, они не знали его сердца, они не знали, что он добрый. 12 учеников были намного ближе к Иисусу и они знали, насколько он добрый, насколько он жертвенный, насколько он хороший. Даже если он сказал какие-то слова, которые не влезают в нас, они не помещаются в нас, и мы вообще как бы протестуем против этой проповеди, но мы любим Иисуса, и мы останемся с Ним. Он хороший. Петр говорит, а кому нам идти? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, познали, то есть глубокое знание Иисуса Христа, познание, это намного больше, чем просто вера в Бога, Бога всемогущего, знаете, многие люди сегодня верят в Бога, но не знают его лично. Одно слово от Бога может сделать больше, чем тысяча проповедей. Тебе сегодня, дорогой друг, надо услышать Бога лично. Возможно ли это? Да, сто процентов, и этого хочет Бог, больше, чем ты сам. Бог хочет с тобой лично познакомиться, а ты скажешь, а как я это пойму, я же вообще не знаю, как он со мной заговорит, когда он говорит, ты просто ищи его, ты допусти это, позволь этому случиться, позволь Богу лично начать с тобой проговорить, иначе ты на суде услышишь, я никогда не знал тебя. Ты что, хочешь эти слова услышать? Так смысл твоей веры тогда? Смысл тогда ты вообще зачем веришь? Если верить, так быть с Иисусом значит в самом лучшем прекрасном месте. Мы что, глупые люди, что ли? Нет. Мы очень умные люди, особенно с того момента, когда Иисус вошел в нашу жизнь. Он подарил нам разум, и мы теперь знаем, что все, что здесь на земле, все пройдет, и хорошее, и плохое, и у нас нас станет еще лучшее. Представьте, для всех людей это страшный день, а для тебя это лучший из лучших твоих дней. Твой день смерти лучше дня рождения. Почему? Да потому что твоя смерть это всего лишь выход из утробы земной в утробу небесную. Также твой день рождения ты покинул, как будто бы, утробу матери своей, и родился в этот мир. Такой определенный переход. Так же и смерть. Это переход из физической жизни, жизни земной, жизнь небесную в реальную жизнь. В реальную жизнь. Там реальные люди, реальный Бог. Все настоящее. Нету никакой подделки. Сегодня Бог вызывает тебя, чтобы ты познал Его лично, чтобы ты Его вкусил. Вот сколько бы я не рассказывал тебе об апельсине. Я вот это приводил уже пример. Вот апельсин я могу взять, вы даже образно можете увидеть у меня. Видите апельсин? Оранжевый. Таких пупырышках, дырочках. Видите? Вот я, видите, снимаю кожуру. Я его разламываю. Я отламываю дольку. Течет по рукам, все течет. Я ее ем. Вы сейчас все это можете понять, как бы, потому что вы это переживали сами. Но если я буду вам рисовать на доске, я буду объяснять, какой Бог, какой не Бог, что правильно, что неправильно, но вы сами ни разу не попробовали, то вы останетесь на уровне мертвой веры. Ваша вера не даст вам жизни. Поэтому вам нужно познать лично Господа. Причины, по которым нам нужно лично знать Господа, чтобы никто вас не мог вести в заблуждение. Для того, чтобы знать фальшивку, достаточно хорошо знать оригинал. Люди, которые работают с деньгами, их учат оригиналу. Они трогают оригинал. Они берут в руку деньги, они знают, сколько это, какая купюра. Они знают. Я разговаривал с человеком. Он говорит, я брал в руки, я не видел, но я брал деньгу. Я знал, какая это купюра. Я знал, что это за деньги. Понимаете? Потому что он выучил оригинал. Если ты знаешь Господа, тебя невозможно будет вести в заблуждение, а этого дьявол как раз и хочет. Завести тебя в заблуждение, чтобы ты запутался, чтобы ты вошел в тупик, чтобы ты разочаровался, чтобы ты сказал, ничего себе, какие верующие, ничего себе, какая церковь, чтобы ты начал вообще что-нибудь плохое говорить. послушай, но в Боге-то невозможно разочароваться. А сегодня тема такая, что иди к Богу, чтобы ты с Богом был. Вот представь, вот как замок, вот так вот, чтобы ты слился с Богом. Чтобы он прям, вот когда придет за тобой, прям вот тебя лично искал бы. Знаете, когда родители приходят в садик за детьми, они видят детей бегающих, но каждый родитель выискивает какого-то ребенка особенного среди всех этих детей. Где мой? Где? А, вижу. Сидит, копается с совочком там. А, пошли домой. Кто был в садике, знает, родители приходят, забирают. Так Господь однажды придет, продолжай работать, учиться, продолжай свою жизнь. Тебя Господь оттуда заберет. Это не влияет на твою веру и на познание Господа. Никак не влияет. Просто ты ищи Господа. Познавай Его, насколько это только возможно. Почему у многих нету веры? Они ни разу не слышали Бога лично. Они слышали человека, они слышали правильные слова, но Бога они лично не слышали. И сейчас, сегодня, этот день, когда тебе нужно Бога услышать лично, какая произойдет радость в твоей жизни. Какое произойдет счастье, вот тогда ты скажешь, ах, вот оно, что такое вера в Бога. Это когда я уже не просто слышу со слов других людей, они все правильные вещи говорят, но мне надо услышать теперь Бога лично. Бога лично. Это такая радость приходит, это приходит такая уверенность. Почему Авраам поверил Богу? Потому что он Бога услышал. почему многие, кто занесен в 11 главу послания евреям, герои веры, почему они герои веры? Потому что Бога лично услышали, услышь сегодня лично Бога, начинай с Ним отношения, начинай с Ним разговаривать, уже сейчас подготавливайся, готовьтесь сейчас уже, потом нельзя будет, а сейчас это то время, потом, чтобы не было такого, что ты не подготовился. Пусть Господь нас благословит, давайте сейчас будем молиться.